Назначение на службу отряда казачьей милиции в Лобинске произошло в торжественной обстановке. Присутствовали представители администрации, общественники, духовенства, личные составы отдела МВД, солдаты и командир воинской части 3219, представители частных охранных предприятий и другие. За раскрытие резонансных преступлений в начале мероприятия Общественный совет поощрил денежными премиями отличившихся сотрудников полиции. После благословления настоятеля Свято-Успенского храма отца Александра казакам вручили служебное удостоверение и жетоны. Первый раз после 1917 года в законном порядке вы сегодня представляете кубанское казачье войско на этой площади как носители государственной службы. Первый отряд казачьей милиции в Лобинске составил 20 человек. Отбор в новую структуру проходил по тем же требованиям, по которым набирают полицейских. Возраст от 18 лет, отсутствие судимости и административных наказаний, хорошее здоровье, надлежащие моральные качества. Перед вступлением на службу казаки прошли специальную подготовку. Мы провели занятия с ними, 70 часов провели, довели им наши нормативные акты. Хочу сказать, что наши годы главный правительственный дел по Краснодарскому подготовила хорошие материалы, хорошие лекции. Мы им обучили личный состав, приняли зачеты. Дружинники будут нести службу в казачьей форме и только вместе с сотрудниками полиции. Об обязанностях и полномочиях нового органа рассказал замглавы района по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и делам казачества Игорь Юренко. Созданная казачья дружина будет выходить на службу по охране общественного порядка совместно с сотрудниками милиции. Их самая главная задача – это охрана порядка на улицах, в общественных местах. Именно там, где скопление людей. Они не будут никто сидеть по кабинетам. Их должны, во-первых, видеть, что они находятся на улицах городов, наших сел, хуторов, станиц. В совместно с сотрудниками милиции они имеют право требовать прекращения правонарушений в случаях обнаружения. Имеют право, опять же, сотрудникам полиции принимать меры к доставлению нарушителя в опорные пункты правопорядка или в отдел внутренних дел, проверять документы. Кубань – первый регион в России, где начала действовать казачья милиция. Главная ее цель – способствовать укреплению правопорядка и искоренению преступности на улицах городов и станиц Краснодарского края. Нами двигал, в первую очередь, патриотизм. Хочется навести порядок на улицах. И у всех казаков настроение боевое, готовые к службе. Очень тщательно подбирались кандидатуры из состава казаков районного отдела. Очень внимательно просматривались их возможности подобной службы. И их главная задача – это представители народа, это не полиция. И они являются людьми, которые стоят на защите интересов народа, чтобы это был порядок. Первые шаги, конечно, самые сложные, непростые. Но, думаю, совместно с опытными профессионалами из отдела внутренних дел, они достойно займут свою нишу. И будем думать и надеяться на то, что в скором времени лабинчане скажут, что общественный порядок в городе и районе улучшился. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лабан».